Всем привет! Я сейчас нахожусь в центре поддержки мультикультурных семей. Вот здесь у нас перед входом санитайзер. Обязательно мерить температуру. Надо расписаться. И только после этого можно пройти. Это холл. Здесь такой детский уголок. Иногда мама приходит с детьми и оставляет здесь есть нянечка, пока мама занимается. Здесь находятся стеллажи с брошюрками на разных языках. Вот это вот руководство для иностранцев по нашему округу. Чуланамдо. На английском есть. Я не знаю, на каком языке. Вот это, наверное, китайский, вьетнамский. Даже на русском я сейчас вам покажу на русском языке. Все, что было здесь на русском, я все взяла себе почитать. Но, в принципе, можно и на английском перевести для себя. Так, здесь на этой стороне нет, скорее всего, на следующей. А здесь такие стеллажи с национальными какими-то предметами. Это полочка Японии. Здесь бухара. Узбекистан. Всем, кто смотрит меня с Узбекистана, всем привет. Таиланд. Монголия. В Корее очень хорошо знают Монголию. Филиппины. Китай. Вьетнам. Здесь офис сотрудников. Здесь можно чай попить, кофе, холодильник. Впереди это класс, в котором я занимаюсь. Здесь еще один класс. Такой вот сейчас никого нет, обеденный перерыв. Еще полчаса до начала занятий. И вот здесь стеллаж с информацией. Здесь тоже можно ознакомиться. Вот в этой книжке, что можно привозить в Корею. Здесь скрининг здоровья. И вот видите, есть значок флаг России. Здесь на русском языке вся информация. Вот тут книжки. Кстати, здесь есть график прививок. Вот это вот. Он не сильно отличается от нашего графика, но... Он был, кстати, на русском языке. Вот. Вот я нашла на русском. Здоровые дети через иммунизацию. В Корее я не слышала, чтобы были какие-то такие противники ярые прививок. Вот. Мамочки стараются по расписанию все прививки получить. Так что не переживайте. Вот на русском языке информация есть. В любом случае в этом центре помогут, если есть какие-то вопросы, с чем-то разобраться. Так, а вот здесь вот такая брошюра. Запись ребенка в школу. Все процедуры, все документы о системе образования. Все здесь можно прочитать в этой брошюрке. Все сайты указаны. Можно будет ознакомиться. Видите, все инструкции. Все прописано. Все материалы подготовлены для быстрой адаптации и интеграции. Так выглядит наш класс, наша аудитория. Что-то сумки вижу, но где ученики? И сейчас время отдыха для офисных работников. Вот здесь прямо у них кухня. Приносят с собой работники. И здесь обедают. Там раковина, плита. Иногда здесь проходят такие кулинарные курсы. Учат, как готовить корейские блюда. А мы здесь занимаемся. Конечно, без людей неинтересно смотреть, но если будут люди, то мне не разрешат снимать. Скорее всего, все будет стесняться. А так у нас группа где-то человек 15. И в основном это девушки, мужья работают. Девушки с разных стран. Филиппины, Вьетнам, Камбоджия. Я из Казахстана. И есть девчонки из России. Вот. Как-то так. Привет. Ну, все, наверное, то, что я хотела рассказать вам про этот центр. Сейчас у нас уже начнутся занятия. Если получится, поснимаю на занятии. Спасибо. Спасибо. Нам раздаются в компьютер. Субтитры сделал DimaTorzok У нас закончилась первая часть обучения. Небольшой перерыв. И нам дали подарочки. Вот это пакет с масками. А это? Это кушон. Ничего себе. Это косметика. С SPF. Давайте откроем. Смотрите, вот такой кушон. Давайте откроем. Зеркало огромное. Вау. Классно. Вот такой подарок нам подарили сегодня. Вот так вот называется. Центр поддержки мультикультурных семей. Ну все. Мне пора ехать домой. Честно говоря, после занятий болят щеки, потому что мы столько упражнялись, делали упражнения на правильное произношение. А еще я тут как пси вхожу, разговариваю в телефон. Ну, что не сделаешь ради контента. Так. Вот. Все. Там и велосипед стоит. Все. Я поехала домой. Мой. Там и велосипед.